В этом видео я расскажу, как ученые из Америки перевернули мой взгляд на здоровье и медицину в целом. Калории — это обман. Как уберечь свои зубы и помочь кишечнику? Какие бактерии живут внутри нас? Что полезнее — кардио или силовые тренировки? И что покажет снимок вашего мозга? Я прослушивала уже более 35 подкастов знаменитых ученых, профессоров из Гарварда, Кембриджа, авторов книг, докторов, сексологов, в общем, медийных личностей, которые имеют медицинское образование или именитый PHD. На все это у меня ушло больше 60 часов времени. Я никуда не тороплюсь, потому что хочу выкладывать только качественные видео. Поэтому подпишись на мой канал, либо поставь лайк под этим видео, это очень поможет его развитию. Спасибо! Погнали! Слушая все эти подкасты, я заметила одно повторение. Все ученые говорят о проблеме современного человека. Это избыток комфорта. Звучит странно, ведь нужно себя беречь, побольше отдыхать, одеваться теплее. Но если посмотреть с точки зрения эволюции, то наше тело не создано для комфортной жизни. Наши предки охотились и выживали в диких условиях, ходили по 20 тысяч шагов в день. И это для них было не тренировкой. У них вообще не было слова «тренировка». Спорт — это привилегия слишком комфортной жизни. Когда ты так мало двигаешься, что нужна дополнительная нагрузка. И по словам кардиохирурга доктора Филиппа Авадия, если 70 лет назад смерть от сердечно-сосудистых заболеваний была редкостью, то сегодня это причина номер один смертности во всем мире. И раньше кардиохирург мог за всю свою карьеру сделать всего лишь пару операций на сердце. А сейчас их делают практически каждый день. Вы представляете, как все изменилось? Ученые связывают такое резкое изменение с увеличением количества фастфуда и уменьшением физической нагрузки. И фастфуд — это не только бургер с картошечкой, а около 80% еды в супермаркете. Почитайте состав. Есть ли там ароматизаторы, ешки, усилители вкуса? Все это вредно. Еще один миф, который разрушили эти подкасты — это убеждение, что бег полезнее силовых тренировок. Вообще у нас ходит стереотип, что девушка должна быть худой, а мужчина должен быть накачанным. Но это не так. С возраста мышечная масса теряется. И пожилому человеку критически необходимы мышцы, чтобы банально встать со стула или подняться по лестнице. В общем, сделать все те вещи, которые в молодости у нас есть, но мы их не ценим. Еще один миф — это идеальная чистота и то, что бактерии — наши злейшие враги. А также реклама всяких антисептиков и зубных ополаскивателей, которые на самом деле просто убивают нашу микрофлору. И так как у нас поколение людей, которые злоупотребляют антибиотиками, передаю привет моему терапевту, поговорим о самом важном микрофлоре. Микрофлора находится везде, к чему мы прикасаемся, на нашей коже, внутри нас. Везде есть свои бактерии. Но самые важные бактерии в нашем кишечнике. В нем больше триллиона бактерий и 70% нашего иммунитета. Поэтому нам важно выращивать хорошие бактерии и как можно меньше плохих. А еще важно их разнообразие. Все как в цивильном обществе. Чтобы размножать хороших бактерий, нужно и кормить их хорошей едой, клетчаткой, которая содержится в овощах. Поэтому есть ПП-шный салатик так полезно. А можно ли схитрить и найти где-нибудь эти бактерии и съесть? Да, есть способ. Так называемые пробиотики. Но в форме таблеток они не показывают хорошие результаты и ученые их не советуют. И вот здесь начинается самое интересное. Ученые нашли супер-еду, в которой есть полезные бактерии. Это ферментированные продукты. Это, например, кефир, квашеная капуста, соленые огурцы, которые хранятся именно в холодильном отделе супермаркета. По сути, это супер-еда, в которой уже находятся полезные бактерии. Профессор из Стэнфорда Джастин Соненберг и доктор Тим Спенсер дают рецепт домашней квашеной капусты. Для этого берем залежалые овощи из холодильника, запихиваем их в банку, заливаем раствором воды с 2% соли, придавливаем и оставляем в теплом и темном месте на 3 дня. И ждем, когда бактерии будут расти и размножаться. Вот я и дожила до того возраста, когда нужно закатывать банки. Но подсадить бактерии в свой кишечник это одно дело, а чтобы они продолжали расти и размножаться, нужно их кормить. Иначе бактерии просто вымрут или войдут в спячку. Так что полезные овощи с клетчаткой все равно нужно есть. Кстати, про овощи. Перейдем к интервью гастроэнтеролога Вилла Болсвитца. Всем, кто ест, просьба сделать паузу, потому что сейчас буду обсуждать норму стула. Я понимаю, что эту тему можно было бы пропустить и не озвучивать, но я считаю ее важной, потому что мало кто об этом говорит. Предлагаю вашему вниманию тарелку ассорти, где в центре 4 это идеал. Троечка еще куда не шло, но нужно побольше пить воды и заниматься спортом. 1,2 это запор. 5 это уже ближе к 6 и 7, то есть к диарее. В норме это 4, 3 и 5. Но идеальнее всего четверочка. И по словам гастроэнтеролога, большинство людей имеют нехватку именно клетчатки, потому что мало кто ест овощи в норме. И если мы будем питаться правильно и есть побольше овощей, то большинство проблем с желудком и кишечником пропадут. Еще один миф это считать калории для похудения, что я раньше и делала. Я считала на каждой упаковке калории и пыталась уложиться в суточную норму. Но все не так просто. Во-первых, на упаковках количество калорий не совпадает с действительностью, что для меня было шоком. Об этом говорит профессор из Кэбриджа Джайлио. Извиняюсь за произношение, потому что не знаю, как их перевести на русском и вообще выговорить. Пусть будет так. А во-вторых, только 25% калорий уходит на то, чтобы эти самые калории переварить. Также при готовке продуктов количество калорий изменяется в большую сторону. А еще, если человек в дефиците калорий, то организм делает все возможное, чтобы их набрать обратно. Это для него вопрос выживания. Поэтому 99,99% диет заканчиваются срывом. А самое интересное, что при голодании мы теряем мышечную массу, а после срыва накапливаем тот же вес уже с жиром. То есть, качественный материал заменяем на некачественный. Лучшее качество. Еще один миф – это рассмотрение психологии отдельно от работы мозга. Профессор Дэниел Эймон стал знаменитостью и врачом таких известных личностей, как Джастин Бибер, Майли Сайрос, Белла Хадид, даже бросилась за него пить. И все из-за того, что он первым из всех своих коллег-психологов догадался сканировать мозг перед тем, как ставить им какие-то диагнозы, а тем более назначать таблетки. Он просканировал целых 83 тысячи мозгов, в том числе преступников и заключенных, и нашел взаимосвязь между травмами мозга и насилием. У всех преступников были травмы мозга, а также выяснил, что вредный образ жизни портит наш мозг, ну, как и любой другой орган. Вкратце, все очевидно вредные вещи – алкоголь, сахар, физические травмы мозга, снижение кровотока, кофеин, никотин – все это вредно. Пенсия, кстати, тоже вредит нашему мозгу. Когда человек перестает работать, это атрофирует его мозг. Нам нужно все время получать новую информацию, учиться. И даже стресс нужен в небольших количествах. Но пока только сканированием мозга занимается один профессор, и тот для знаменитостей и других богачей. Простым смертным эта услуга недоступна. Поэтому ждем развития технологий. А еще из одного подкаста доктора Питера Атия я узнала, что раньше люди не доживали и до 30 лет, потому что попросту умирали от простых инфекций и не доживали до тех болезней, которые мучают нас сейчас. Если раньше смерть от инфекции была быстрой и внезапной, то сейчас хронические болезни действуют как бомба замедленного действия. Эта болезнь уже внутри нас, но убивает она годами, десятками лет. Например, у меня в мои 26 уже есть варикоз, сколиоз, гонортроз колена. Какая-нибудь из этих болезней меня грохнет. Я так подозреваю, что это будет варикоз. А ведь все эти болезни можно предотвратить еще до их появления. Как в том фильме с Томом Крузом, где он ловил преступников еще до того, как они совершили само преступление. Вы только послушайте душераздирающую историю этого хирурга. Me и мой team spent over 10 hours trying to save her life, but ultimately we could not save her life. And I had to go tell her young children that their mother was not coming home to them. That was the most challenging day of my career. Was her heart condition preventable? Yes. No matter how good all the heart surgeons out there are, you're always better off if you never needed the surgery in the first place. Поэтому ведите здоровый образ жизни хотя бы не для себя, а для своих детей и внуков.